Итак, дорогие друзья, всем доброе утро, всем привет, доброе, добрейшее утро, и мы продолжаем изучать притчи царя Соломона Тору, Тору, и мы находимся в 21 главе, и дошли мы уже до, до, очень важного, 18 отрывок мы прошли, мы узнали, кто не разбогатеет, тот, кто любит, тот, кто любит вино и жирное, и масло, вообще все жирное, он не разбогатеет, да, всем шалом, и, значит, дальше мы доходим до, мы доходим до 18 отрывка, сегодня будем изучать 18 отрывок, Значит, сегодня, сегодняшний наш урок для успехов, и чтобы была защита, есть у нас один очень хороший друг Ваикры, мой друг, Ариэль Лейб Журавлев, и вот Ариэль Лейб Журавлев, он, сегодня урок, чтобы была ему защита и успех во всех его хороших и добрых делах, чтобы он был близок ко Всевышнему, а Всевышний близок к нему, и чтобы было много пользы для всего иврейского народа от его деятельности, все, Ариэль Лейб Журавлев, значит, идет ему до брахи и от слахи, всем нам тоже, естественно, потому что мы учим Тору, мы учим Тору и делаем самое важное дело, который вообще, ради которого создан мир, все, всем шалом из всех уголков мира нас смотрят, даже из Биробиджана, даже из Биробиджана нас смотрят, вот как раньше человек уезжал в Биробиджан, все, считайте, что исчез, исчез, нету, вообще непонятно, когда появится и если появится, а сейчас спокойно Биробиджан, сидит себе кто-нибудь там, да, кто у нас в Биробиджане, смотрит Тору, и тут же Андрей Московский из Борисполя, все спокойненько, из Минска, из Питера у нас все участники, в общем, у нас есть весь мир Биробиджан, вот Авраам Грин, Биробиджан, еврейская автономная область, представляете, хотели всех евреев выселить в Биробиджан, у Сталина был такой план, Варшава, Хеленбриштейн из Варшавы, хорошо, из Сухуми вообще, в Сухуми, наверное, хорошо сейчас в Сухуми, все, хорошо, дорогие друзья, поехали, даже из Элата есть у нас участники, вообще, в удивительное время мы живем, просто в удивительнейшее время, и так, значит, написано в восемнадцатом отрывке, следующее, кофер ля цадик раша, витахат и шарим богет, значит, написано здесь так, искупление для праведника злодей, и вместо прямых благочестивых, богет это отступник, изменник-предатель, значит, здесь нам царь Соломон говорит следующую вещь, значит, смотрите, мир этот, он работает, ну, как механизм, нет, и такой идет механизм, система, система, по которой, по которой вот все очень, все очень структурировано, то есть, мы просто привыкли, что эта система, она, она, ну, вот, работает, но если вдуматься, каждое действие, закон сохранения энергии, например, часть системы, то есть, любое действие, оно, энергия, которую ты создаешь, у тебя сейчас рукой махнул, пошел ветер, ветер что-то там еще сдвинул, ну, и так далее, то есть, теперь есть такая же система в духовном мире, и когда Всевышний, вот, Всевышний, он, как бы, идет свет такой, да, божественный свет, добро, и есть свет, который называется Дин, суд, Всевышний, он все устроил по справедливости, чтобы весь мир стоял, да, закон сохранения энергии, и в то же время мир двигается добром, то есть, все время идет вот эта вот волна милосердия Всевышнего, любви, милосердия, добра, позитива, но есть добро и зло, то, что Всевышний обозначил как добро и зло, и если люди делают много зла, то тогда на небе, как, знаете, как, когда испаряется много воды, потом идет дождь, так же, когда люди начинают делать зло, например, как был с дом и амора, они говорят, а нам не важно, что Всевышний сказал делать добро, он сказал делать добро, а мы устанавливаем законы делать зло, все, у нас теперь зло, мы объявляем добром, и теперь тот, кто поможет какому-нибудь страннику там или гостю, мы его убьем, все, вот так вот мы решили, жители с дома, и вот они решили, и вот они это делали, и вот они делали прямо, сделали это законом делать зло. Проходит время, их, как вода, которая испаряется, испаряется с земли, она набирается тучей, так же их зло нависает над ними, нависает над ними, и что? И вот написано в 18-м отрывке, искупление для цадика злодей. Значит, в этот момент, в этот момент происходит следующая вещь, что, вот мы не понимаем, как работает система, вот знаете, вот просто удивительно, раньше в Песах, например, брали ягненка, годичного такого ягненка, и их всех, значит, жертву, но его хоть съедали, а то в храме приносили жертву всесожжение, брали этих животных, их приносили в жертву, кровью там брызгали, и полностью сжигали. Эта жертва называлась Ола, жертва всесожжения. Зачем эти жертвы? Праздник Суккот, 70 быков приносили в жертву за все народы мира, там была целая система, там 14, 13, 12, 11, целая-целая система, зачем убивали этих животных, и что это за служение Всевышнему такому, что каждый день кого-то резали в этом храме. И люди, которые хотели поблагодарить Всевышнего, они брали те же животные, их резали, и только их потом съедали. Нам непонятно это. Но мир так устроен, что есть такое понятие, как искупление, как копора. Копора – это искупление на иврите, и когда кто-то умирает, смерть – это переход из материального состояния в духовное, в этот момент происходит что-то такое вот эзотерическое и мистическое. И что получается? 21 глава, мы сейчас 18 отрывок. Когда Всевышний наказывает злодеев, то это искупляет грехи праведников поколения. Когда умирает праведник, это искупает грехи средних и так далее. Там целая система. Мы сейчас не будем туда вдаваться, просто для себя отметим 18 отрывок, что когда Всевышний начинает судить мир, то смерть злодеев искупляет праведных. Вместо прямых и благочестивых часто умирает богет – это преступник. Что значит преступник? Помните, есть одна из самых ярких историй в письменной торе? Одна из самых ярких историй в писаниях – это история Медилат Эстер. Медилат Эстер – это свиток Эстер. Значит, в двух словах, жил такой царь Ахашвирош. Он был царь над империей огромной 127 государств. Это была Персия. И, значит, у него был советник Мордыхай, один из советников, один из еврейских мудрецов. И у него был премьер-министр Аман, который был… Они с Мордыхаем, у них возник личный конфликт. У них возник личный конфликт. И Аман, он, значит, захотел отомстить Мордыхаю, но он был такой злобный человек, что он решил уничтожить весь народ Мордыхая, то есть еврестий народ. И он приходит к царю Ахашвирошу и говорит, давай уничтожим еврестий народ. Тут говорит, давай, какая разница, значит, пускай, хочешь, давай уничтожим. Все мудрецы еврейские Талмуд задают вопрос. Хорошо, они могут себе выдумывать все, что угодно. Они могут выдумывать все, что угодно. Как Бог разрешил это сделать? Почему? На ком основании? Не бывает наказания без вины. Значит, прямо целое на этот счет в Талмуде идет, целое такое исследование, что если пришли неприятности, надо проверить свои дела. И Талмуд задает вопрос, за что еврестий народ был присужден, это было где-то 2500 лет назад, вся эта была история, 2500 лет назад, и за что еврестий народ был присужден к уничтожению. Значит, отвечают, что вот мудрецы пошли на пирках Ахашвирошу. Талмуд говорит, нет, не может быть, чтобы за грехи руководителей народа страдал весь народ. Это не может быть. Но, интересно, логика Талмуда в следующем. То есть, если Талмуд высказывает какое-то предположение, то в этом предположении отмечается некий вектор, который работает, но которого недостаточно. То есть, когда Талмуд задал вопрос, за что, и был первый вариант ответа, что из-за того, что главы народа пошли на пирках Ахашвирошу, вели себя там некошерно, то есть, они как бы отказались от... Нельзя сказать, что они отказались от Всевышнего, ели некошерное, пили некошерное, ну, то есть, вели себя... Неправильно они себя повели, да? Талмуд говорит, нет, то, что они повели себя неправильно, несомненно, повлияло, несомненно, повлияло на ситуацию. Но этого недостаточно, чтобы целый народ был присужден к уничтожению. Тогда, по-моему, это был Раби Шиман Барьюха, это в трактате Мигила в Талмуде. Раби Шиман Барьюха, он своим ученикам говорит, нет, говорит, я вам скажу настоящую причину. Настоящая причина была в том, что когда до этого на выходный царь, вавилонский царь, он разрушил первый храм, и он угнал евреев тогда в Вавилон, он переселял народа, как Сталин потом переселял, и он взял евреевский народ и переселил их в Вавилон. Когда они шли по дороге, в этот момент вот этот вот на выходный царь, он поставил свою золотую статую, как когда-то делал там Ленин, Сталин, вот эти все. Они себя обожествляли. Гитлер, чтобы стерлось его имя. Они себя делали, типа, они вообще герои, там вообще страшные люди. Александр Матидонский, что они прям себя богами считали. И вот когда на выходный царь поставил свои идолы, евреи проходили через эту дорогу, и всех заставляли кланяться. И они кланялись, только отказались, несколько человек отказались, пророков, их бросили в огонь, они спаслись там и так далее, но все поклонились. Весь народ поклонился, потому что гнали всех. Он сказал, в этом причина. Из-за идолопоклонства, это, как бы, это самый страшный грех идолопоклонства. Тогда ученики ему говорят, секундочку, но тогда не сходится. Действительно, за идолопоклонство положена смертная казнь. Но, но, ее же не было в итоге. Через какое-то время повернулось, и вместо Мордыхая, еврейского народа, казнили, наоборот, Амана, который все это придумал, и всех злодеев, которые были вместе с ним, которые замышляли уничтожать евреев. То есть, их замысел на них же и повернулся. Но тогда ученики спрашивают, раби Шиман Барьюхая, а почему Бог отменил наказание? Если причина была выдала поклонстве, так заедало поклонство смертной казни. Почему тогда Бог отменил? И отвечает им раби Шиман Барьюхая. Говорит так, они, да, действительно, они поклонились. Но они только внешне поклонились. В сердце каждый из них знал, что нет никого, кроме Бога. Создатель мироздания, это Бог. Он создатель. Он создал мироздание, и он им управляет. Один, нет другого Бога, кроме Бога, Создателя, Творца и так далее. То есть, какой идол? Какой Навухаднесар? То есть, они все смеялись над ним, но внешне они поклонились. А в сердце нет. Так Бог сделал то же самое. Все идет мера за меру. Мера за меру точно, как человек себя ведет, так же к нему потом возвращается. На них был приказ о уничтожении. Они жили несколько месяцев под знанием, что их скоро уничтожат. Но в итоге Бог по-настоящему их не уничтожил и простил. Как они поклонились, но не по-настоящему, так же наказание было. Оно было. Человек, когда он ждет, что его убьют, это страшно, но не по-настоящему. Красиво? Красиво. Значит, все, мы поняли 18-й отрывок, что вместо искупления для цадика злодей, а вместо благочестивых будут наказаны предатели. Но когда это будет и как это будет, то есть, мы знаем, что одна из основ веры, вера, безусловная, в то, что за выполнение заповеди Бога есть награда. За добро ты получишь добро, за зло ты получишь зло. Что такое добро, что такое зло, это Бог установил. И основа веры, что есть воздаяние. И в этом мире, и в мире грядущем. Хорошо, это был 18-й отрывок. Теперь 19-й отрывок. 19-й отрывок нас переводит во взаимоотношения между мужем и женой опять. Опять муж и жена, потому что это взаимоотношения между мужем и женой, это, как сказать... Значит, взаимоотношения между мужем и женой, это модель вообще мироздания. То есть, вот это как, знаете как, когда человек один, это тоже модель мироздания. То есть, тело это как физический мир, внутри есть душа. То есть, в теле одного человека тоже есть вся модель мироздания, материальная, духовная, духовная мысль управляет материальным и так далее. Теперь, но семья, это модель уже мира, потому что человек же создан парным. И от того, как мужчина соединяется с женщиной, от этого зависит вообще судьба мира. То есть, судьба мира, она зависит от того, насколько мужчина и женщина могут соединиться в одно целое. Как написано, когда Бог создавал человека, Он сказал, что и прилепится мужчина к своей жене, прилепятся, станут одной плотью. То есть, из них выйдет ребенок, это их общая плоть. То есть, когда они прилепились, то они стали одной плотью. Женщине Он дал роль помощник против него. То есть, она с одной стороны ему помощник, с другой стороны она против него. То есть, у них с первой же истории, с первой же пары, Адам и Хава, у них возник конфликт интересов. Змей ее соблазнил, она ему дала этот плода познания добра и зла, и он нарушил слово Бога. Там целое началось сразу же. Царь Соломон, кстати, об этом пишет в Экклезиасте, что Бог сделал человека прямым, Яшар. То есть, пока он был один, ему было все понятно. Он один, Бог один, все понятно. В Эмма, когда они стали вдвоем, В Эмма, Бекшухи, Жбонот, Рабим. Они начали тогда, у них появилось много разных расчетов. То есть, очень усложнилась коммуникация в мире, когда появился муж и жена. И теперь на вот этом вот уровне взаимодействия, если у них есть, вот иудаизм, он на первое место ставит Шломбайт. Чтобы был Шалом. Шалом это мир. Шлемут это совершенство, цельность, да, такая цельность в доме. То есть, если муж и жена, они в состоянии устроить, устроить Шалом между собой, значит, вообще, это идеальная ситуация. То есть, это как бы мини-модель всего мира. Из-за того, что сейчас, вот, если мы посмотрим, что в мире творится, да, это отражение того, что сейчас страшная ситуация в семейных отношениях, в браках, там, 80% разводов, конфликты, скандалы, суды, женщины подают на мужчин в суд, мужчины там боятся женщин, убегают вообще. Ну, то есть, нету Шломбайта, нету Шалома между мужем и женой, в мире нету Шалома. Понятно. Теперь 19-й отрывок нам царь Соломон дает, в этой сфере, дает некую такую мудрость, закон, давайте сейчас вдумаемся, что он нам сказал. Это было все предисловие. Он сказал так, Он говорит, лучше сидеть в земле пустынной. Лучше, говорит, убежать в пустыню, чем женой сварливой и в гневе. И гневливая, тут непонятно, он гневливая, она гневливая, но смотрите, что здесь нам станет понятно. До этого он нам сказал, до этого он сказал в 9-м отрывке, что лучше жить на краешке крыши, чем жена сварливая в доме с друзьями. Помните, мы учили 9-й отрывок, то есть, там он нам сказал следующую вещь. Говорит, есть жены сварливые, у них характер такой, то есть, она прямо поняла задание Всевышнего, быть помощник против него, она поняла, что вот она должна делать замечания, критиковать и исправлять. Вот те женщины, они почему-то думают, что их функционал в мире такой. И говорит нам царь Соломон, если такая тебе попала жена, то у тебя будут из-за нее конфликты с друзьями, с родственниками, и лучше с ней где-то жить, отдельно уехать с ней, то есть все. Если она конфликтует со всеми, то удались от всех, но уйди с ней. То есть, жена важнее, чем все, и ты должен с ней просто ограничить ее круг общения, чтобы она критиковала только тебя. Пускай только тебя критикуют, ты уже привык, значит, ну, ты с этим должен справляться, что тебе никто в этом мире рая не обещал, значит, вот это твоя капора, твое искупление, что она тебя пилит, и ты, значит, зато знаешь, что ты все свои грехи искупаешь, и плюс ты должен прислушиваться, исправляться, вникать, понимать, и так далее, это через нее Бог с тобой разговаривает. Это как бы подход иудаизма. Но в девятнадцатом отрывке, в девятнадцатом отрывке, царь Соломон нам говорит еще одну вещь. Говорит, но если она выходит на стадию, когда она гневливая, когда она выводит тебя из себя, из состояния, в состояние гнев, то говорит, от нее надо убегать. Все. Гнев – это АКС Болибол, тот, кто гневается в сердце, как будто бы служит идолам. То есть, если уже, ты бы, просто если она тебя критикует и так далее, терпи. Но если она в гневе, там, знаете, ну, бывают же страшные ситуации, когда человек просто в гневе, он просто теряет над собой контроль, он там, я когда-то преподавал в женской тюрьме, в женской тюрьме я преподавал, в свое время в Израиле, это у меня была там, я работал в благотворительной организации и проводил там уроки. И, значит, я помню, как-то я приехал, говорю, ну, вот я уже там несколько месяцев с вами, в принципе, работаю, расскажите про себя, кто за что там, как. В общем, оказалось, у меня полгруппы, полгруппы сидела за убийством мужей. Но, они сидели за убийством мужей, но это очень сложная ситуация, потому что где здесь превышение необходимой самообороны, где не превышение, я не знаю. Но фактом является то, что в гневе человек может даже убить своего супруга, свою вторую половину, просто в гневе, и потом провести там какие-то годы в тюрьме. Поэтому, если уже 19 отрывок, царь Соломон говорит, что если, если ситуация выходит из-под контроля, и она после того, как ты удалился на краешек крыши, и она уже все равно, она в гневе там делает скандалы, убегает от нее, убегает от нее, то в Шевет Бейрец Мидбар, лучше сидеть в земле пустынной, чем жена сварливая Мишет Мидианим, которая делает Диним суды, ВКАС и гнев. Потому что, опять же, если мы вернемся к предыдущим всем отрывкам и вспомним главный принцип мера за меру, то если у человека есть, например, его жена пилит, а он терпит, значит, он включает закон Амаавир Альмидатав Мавиримлю Альколь Пашав. Тот, кто переступает через свои качества характера, через гнев свой и раздражение, и он может спокойно на него, например, даже несправедливо как жена ему что-то его пилит, а он говорит, ничего, дорогая, ничего, то ему так же прощают его грехи. То есть, тот, кто сумел преодолеть свой гнев и не обидеться, ему, он этим искупает все свои грехи. Но, если наоборот, человек, он включается, и он в гневе начинает кричать, как, есть один мидраж такой, когда Сара сказала Аврааму, Сара Эмена сказала Аврааму, а, видно, сказала она ему так, что пусть Бог между нами рассудит. То есть, она вызвала как бы Бога судью, когда у них был конфликт. И говорят, что это была одной из причин, что она потом умерла, потому что, когда человек призывает суд на кого-то, он не может на кого-то призвать, а на себя не призвать. Когда человек говорит, пусть будет шалом, пусть Бог тебе все простит, он точно так же. Если ты, ты как бы создаешь вот этот шалом, то ты его на себя создаешь. Если ты создаешь суд, ты на себя создаешь. Ты создаешь гнев, он тебя же сжигает. Ты создаешь прощение, оно тебя же прощает. Понятно, да? Все, дорогие друзья, всем я желаю удачи и успехов. Сейчас мы идем к Роша Шана, поэтому максимум мягкости, шлымута, спокойствия, никакого гнева, никакого раздражения. Все, что Бог делает, все к лучшему. Близкие наши люди, они являются индикатором. Вот именно здесь проверяется, насколько человек управляет собой, насколько он верит, что Всевышний его любит. И мы должны стремиться сделать шалом внутри себя, шалом с близкими людьми, и шалом тогда будет во всем мире. Все, удачи, успехов, всем хорошего, прекрасного дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok